Добрый день всем в эфире Манжонг ТиВи и сейчас я подключу на связь игрока, которого вы заочно, а может кто-то из вас даже очно знает, Денис Луганников, известный на Гудгейме и Манжонг Тайме под нинком Деннел. Я думаю, он немножко про себя сам расскажет, я лишь скажу вначале, что это тот момент, когда я могу быть нескромным и сказать, что у канала Манжонг ТиВи есть одно очень важное достижение, а именно тот факт, что посмотрев наш канал, Денис стал активно играть, тренироваться и на прошлых выходных, если я не ошибаюсь или позапрошлых, помню, все-таки на прошлых, он съездил на открытый чемпионат Испании, в котором участвовало 52 человека, чемпионат по спортивному Манжонгу и что же вы думаете, он его выиграл? Привет, Маджик Рафтер! Могу ошибаться, но, по-моему, это чуть ли не первая победа российского игрока на европейском крупном турнире по спортивному Манжонгу. До этого были призовые места, но вот про первые места я не уверен, но Деннел нам сейчас расскажет, прав я или нет. Привет. Сейчас я ему позвоню. Алло? Да, алло. Привет, отлично. Тебя сразу видно, что слышно на стриме. Да, привет. Привет, зрители. Как дела? Как настроение? Отлично. Ну да, еще бы у тебя было плохое настроение. Я начну, наверное, с традиционного вопроса, который задаю в тех резких случаях, когда в нашем канале происходит интервью. Расскажи в двух словах о себе, чем ты занимаешься вообще по жизни, на кого ты учился, ну а потом расскажи, как ты пришел в Мажонг. О, много сразу. Ну, учился я в факультете в математике и кибернетике в МГУ, так сказать, математик-системный программист. Работаю практически по специальности, то есть, связано с компьютерами. Сейчас я, как бы, фрилансер, работаю на себя, консультант по системе хранилища данных, такая немецкая SSIP, вот, и отчетности корпоративной. Ну, то есть, внедряют в крупных предприятиях автоматизируют отчетность. Серьезный специалист. Ну, как бы, да. Вот, в Мажонг я пришел, как бы, как ты уже упомянул, после просмотра стримов, это было чуть больше года назад, по-моему, в июле месяце, как-то первый раз я увидел на Good Game. Тогда, по-моему, это был Ричи. И, соответственно, я начал играть в Ричи тоже на Мажонг тайме сервере. И там даже до черного пояса дошел, тогда пояса получались легко, поэтому, как бы, оно не считая каким-то достижением. Вот. И пришел, то есть, начал искать ссылки, нашел в Москве клуб, соответственно. Пришел в клуб, и там играет в основном спортивный. Вот. И так и начал играть спортивный, где-то, наверное, в августе месяце прошлого года. Вот, потом участвовал в турнирах. Там, если чуть-чуть, ну, там не все видно сейчас на экране. Там сначала поучаствовал в чемпионате, по-моему, до России 15-го года в Санкт-Петербурге. Это в сентябре было прошлого года. Но выступил неудачно. Там, естественно, первый турнир, 34-е место и 40-ка. Вот. Потом был еще открытый чемпионат Санкт-Петербурга в апреле. Такой же результат, практически 35-40, да. Ну, это, в принципе, нормально для игрока, который только начал играть. Вот. Ну, а потом, я смотрю, пошло. Потом был, да, чемпионат в Москве уже такой, ну, небольшой на 28 человек, Moscow Open. Четвертое место удалось занять из 28. И потом я как-то для себя решил, что я, как бы, хочу, ну, во-первых, чтобы, как бы, увеличить свой рейтинг по участке каких-то турнирах крупных. И попасть, там, может быть, на чемпионат Европы, который вот в следующем году будет в Португалии. Можно чуть позже про это сказать. И для этого я поехал, соответственно, летом на турнир во Франции. Вильджуив, это под Парижем. И Сан-Джиминьян в Италии. В принципе, в Париже выступил неплохо. 28-ое место из 92. Ну, да, это в середине. Да, в середине, как бы. Нет, не верхняя, это как бы еще все-таки. А, ну, да, 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 треть, 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 даже, скорее всего, да. Треть. В Сан-Джиминьян чуть похуже. Вот, кстати, я тебя прерву. Можешь, это же что у нас, это Италия, да? Это Италия, да. Да, можешь архитеризовать итальянских игроков, потому что, когда я ездил, я обнаружил, что они достаточно мало сами ездят играть на других турнирах. Но в Италии они там просто играют ой-ой-ой. Ну, я бы не сказал, что мало ездят. Вот там, например, там, вот Марко Монте-Белли, там, с семьей, там, сирена Парати. И там ребенок у них маленький, там, два года, вот я с ними много общался, вот, в последнем турнире. То есть, они, по-моему, на все турниры практически ездят. Антони Роси, который у меня в команде был, тоже там, чуть позже скажу про команду. Тоже, по-моему, на все турниры, там, и на будущее, смотрю, он уже записался. Они, причем, как бы ездят, как семья там большая, там, человек по 10, то есть, как бы, вместе живут в гостинице, там, вместе ходят, там, ну, там, на ужин, на обед, там. Настоящие итальянцы. Да, и там остаются потом они, вот, как я уехал, еще они на два дня оставались в Испании. То есть, как бы, я бы не сказал. Возможно, много итальянцев, да, которые, может, там, играют только в Италии, но очень много, которые именно, вот, ездят по турнирам. А почему такой результат был не очень хороший? Непонятно. В Италии, ну, там, зато, хороший был результат у Елены Шаковой, она второе место заняла. То есть, когда три человека ездила из России, еще Владимир Степанов, как бы, вот, мы втроем во Франции один был. Но, не знаю, как-то, как-то мне не склалось, мне даже ложный маджонг там был один раз, то есть, как-то, вот, не знаю. Это был один из моих вопросов. Были у тебя на турнирах ложные маджонги? Ложных маджонгов был даже не один, то есть, мне, по-моему, чуть ли не на первом турнире был ложный маджонг или на втором. Вот, в Питере точно был. Я не помню, только на первом или на втором. Соответственно, там, ну, много очков я недосчитывал. Кстати, в Испании тоже два же не дочитал очки. Ну, не критично, но все равно, это, как бы, уже для себя, и что это ошибка большая. В этом, вот, в Италии в ложной маджонге объявил, ну, там, причем, такая ситуация была, это во второй день было. Там погода была летняя, солнечная в основном, но как-то резко стемнело, и началась гроза. Я как-то сидел у окна, и было такое освещение плохое, и я как-то вот в символах, у меня там что-то было 5, 5, 6, 6, но вот символы, которые в темноте, ну, как бы, ну, не в темноте, а в сумрике, там, не знаю, может, плохо различимы. И мне казалось, что у меня там есть, как бы, структура маджонга, я радостно объявляю, а у меня, оказывается, ее нет. Причем, я считаю очки так, и все так сидят, смотрят, там, я, да, считаю, считаю, считаю. Я уже сам понимаю, что что-то у меня не то, мне не хватает как-то очков. Я так останавливаюсь, и люди так еще, и главное, не говорят, что у меня ложные так говорят, что что-то не так, то что так. Так сидим, смотрим. То есть он был даже без структуры? Он без структуры был, да, естественно, то есть как. Вот. В общем, отличился, да. Вот видите, господа, даже в маджонге, который, в принципе, является, что называется, индор-спорт, да, какие-то погодные условия могут повлиять на результат. Ой, там, по-моему, даже больше влияет, чем, как бы, в онлайн-турнирах, потому что там может повлиять что угодно. То есть, ну, вот, особенно первые самые турниры, как бы, вот, в Питере, я там иногда нервничал сильно, потому что, как бы, ну, там, психологически очень тяжело, там, сразу играть в турнире. А на тебя, там, авторитетные игроки начинают давить, там, своим мнением, там, не знаю, там, рекоментировать, там, после сдачи, там. И ты как-то начинаешь волноваться. То есть сейчас, как бы, уже спокойно, как бы, а вот вначале, да. И я, кстати, у меня был такой вопрос, вот, когда ты начинал играть, первый раз, там, на турнир пришел, как тебе показалось, вот, для человека, который только что пришел, как бы, ты охарактеризовал сообщество игроков, особенно спортивной маджонг, потому что я недавно тут общался с одним из представителей Федерации Российской, вот, и он выразил мнение, что вот есть некий костяк, там, 30, порядка, человек, которые очень давно и хорошо играют, и новичкам очень тяжело, они приходят и испытывают некий психологический дискомфорт. Ну, это, как бы, действительно, наверное, так. И, кстати, вот теперь в Москве, там, ну, вот, мы проводим турниры для новичков, в том числе, чтобы как раз-то была подготовка, то есть не какой-то официальный турнир, а просто, как бы, он, там, без рейтинга. Зато можно, там, привыкнуть к турнирам, поиграть с опытными игроками. Но игроки тоже разные, то есть некоторые, наоборот, помогают, то есть, как бы, там, и, там, объясняют, там, там, если не дочитал очков, там, или, там, еще что-то, там, под пост после турнира, там, некоторые, наоборот, там, как бы, говорят, о, ты накинул, там, в чистую масть, там, не видел, что ли, что там уже открыто, там, не знаю, четыре, там, в чистой масти. Как сегодня у меня, да, накинул. Да, а у тебя, у самого рука, там, на восемь очков, это очень невыждание. Ну, как бы, да, тут зависит, как бы, от людей, как бы, есть и такие, и такие, то есть, ну, это психологически просто быть устойчивее. Но ты теперь сам, наверное, можешь давить психологически, ты этим пользовался уже? Ну, я не давлю психологически, как бы, я этим не пользуюсь, и, ну, как бы, я корректно стараюсь играть. И иностранцы, кстати, в основном тоже очень корректно все играют, то есть, я не встречал таких, кто, кто именно, там, психологически давил. Ну, может быть, есть, там, единицы какие-то, но, в основном, очень все, как бы, доброжелательно. Я бы даже сказал, что в России таких больше, которые, вот, именно давят психологически. Понятно. Так, пару слов скажи про свое четвертое место на чемпионате открытом России, который был в этом году недавно. Да, это очень интересный турнир, он трехдневный, то есть, как бы, впервые, по-моему, в России был трехдневный турнир, из-за того, что, вот, там, длинные праздники были в ноябре. Приехали иностранцы, то есть, как бы, вот, спасибо организаторам пригласили, там, по-моему, человек 10 или 12-й был. Как раз итальянцы были, в том числе, вот, там, и Марко Монтебелли приезжал, там, с Сиреноперетти. Голландцы приезжали. Они же были, в принципе, в Испании все. Вот, я думаю, всем понравилось. Турнир получился очень стабильный у меня, без каких-то там провалов, то есть, у меня за все игры не было ниже второго места, то есть, только вторые и первые места, то есть, это 2-4 очка, по-4, соответственно, за первое, по-2, за второе. Круто. Это практически гарантирует высокий результат, ну, как бы, может быть, если не призовой, то, как бы, десятку точно. А у первого места, я вижу, 34 очка, это максимум или нет? Нет, это не максимум, у нас было 11 туров, по-моему, то есть, максимум-то 44. И была такая система, что, как бы, случайная рассадка в начале, и последние самые туры уже, как бы, лидеры играли с лидерами, соответственно, как бы, там, не потерять очки было очень сложно. Но, Татьяна молодец, да, на последнем все выиграла, тоже, как бы, ее не догнать уже было, перед последним туром уже не догоняемо было. Вот. Я был перед последним туром где-то там пониже, по-моему, но удалось чуть подняться тоже вот. Но, к сожалению, вот не третий, то есть, равное число очков получилось несколько. Да, вижу, вижу. Но у меня, типа, число игровых очков как-то маловато немножко, то есть, не дотянул. Но вот эти вот, это разница в 8 очков, по-моему, ее нельзя насчитать за счет тех очков, которые ты не засчитал себе однажды. Ну, вот, к сожалению, в Питере, там, по-моему, не досчитал только один раз, там, по-моему, то ли одну очку, то ли там, два, или там, ну, то есть, очень мало. То есть, больше нигде не знаю, мне никто не говорил, что не досчитал. То есть, мне бы там не помогло. И при том, по-моему, Оксана говорила, что сама не досчитала там где-то много. То есть, поэтому тут сложно сказать. Понятно. То есть, в Питере очень стабильно все было. Единственное, там, как бы, я не знаю, был немножко простужен, по-моему, вообще последний день играл там чуть ли не с температурой, уже последняя партия как-то, ну, такой. Вот пока еще Испания, я так понимаю, на сайте Европейской Ассоциации Маджонга еще не обсчитана, да? Посмотрим на текущий рейтинг наших игроков, если взять только Россию. Ты здесь находишься как-то довольно низко, по-моему. Ну, на 15-м, да, я, конечно, не виду на стриме чуть-чуть. На стриме до 13-м есть. На 15-м месте, да. Но я думаю, что испанский турнир серьезно тебя увеличит, но перед этим я хочу тебя спросить про Ричи, раз ты сказал, что увидел на стриме первоначально игру в Ричи и, наверное, начал изучать сначала правила Ричи. Да, по Ричи причем много информации есть там на сайте Сусульзи и других сайтах, то есть как-то очень много там как защищаться, там как играть. То есть там для новичков это нам помогает сильно. Но ты сделал некий сознательный выбор, я думаю. Да, то есть вначале играл как бы в то и другое, там даже в Ричи, наверное, больше, но в интернете. Ну, в клубе играл в основном спортивный, в Ричи там, ну, как бы редко играли. Я имею в виду вот в то, что мы играем в Институте Конфуция, вот этот вот Мадзен-клуб по субботам. Я, кстати, добавил ссылки в описании канала, кто хочет, может, посмотреть. Да, там сегодня будет как раз к нам встречу в три часа. Один раз, нет, даже два раза, наверное, ходил в Тисудзи, но там мне было не очень удобное время, когда там часы работы были вечером, там как-то после работы я не успевал, там право раз ходил, поиграл немножко, но мне, ну, как бы немножко не для меня, не так понял, что-то речь в сообщество, как-то ближе-ближе спортивный. И все-таки по результатам я посмотрел, что, как бы, то есть хоть у меня там черный поезд на Маджонг-тайме, то есть играю очень слабо, то есть на том серии очень слабые игроки просто, и как бы, ну, людей почти нет. То есть я просто начал играть на Тенхо, и там, по-моему, выше третьего Дана я так и не поднялся, то есть там редко-редко играю, но так. Ну, у меня тоже сейчас третий Дан. Да, да, поэтому в какой-то момент я просто для себя решил выбрать, что буду играть спортивный. Во-первых, в спортивном, как бы, в России позиции слабее, то есть меньше игроков, в речи у нас все-таки там стабильные первые места часа идут, когда в чемпионат Европы выиграли, и там турниры по 100 человек. В спортивном как-то, во-первых, людей меньше, то есть, ну, с одной стороны, как бы, проще выиграть, то есть, меньше конкуренции. Да, с другой стороны, как бы, ну, не знаю. Мне показалось, что нас все-таки интереснее. Ну, не то чтобы интереснее, а на меня азартное, может быть, но все-таки более интересная такая. И я решил остановиться на чем-то одном, потому что две игры очень тяжело играть, то есть, как бы, и то, и другое. Согласен, согласен. А вот такой вопрос, как ты считаешь, кто лучше сыграет, опытный речист, который сядет играть в спортивный, либо опытный спортивщик, который сядет играть в речи? Провокационный вопрос. Да, я думаю, тут однозначно, наверное, ответ. Все-таки речистом в спортивный играть проще. То есть, там, да, ты не знаешь половины комбинаций, там, ну, там часть есть общих комбинаций, кстати, причем они довольно дорогие, там, как вот эти вот 7 пар, 4, вот, то есть, как бы, они могут собирать то, что знают, и, в принципе, будут получать много очков. И плюс они, как бы, умеют защищаться, то есть, они, там, если читают дискард, то есть, будут не накидывать дорогие руки. А если придет спортивщик, он, как бы, привык играть открыто. Ну, там максимум будет открыто, Татанья играть, ну, как я вот думаю, то есть, и будет накидывать очень легко в другие руки. То есть, тут, как бы, не знаю, мне кажется, сложнее немножко. У меня опыт такой, что первые пару партий спортивщик может очень неплохо сыграть, просто потому, что он будет играть нестандартно для речи, и его могут просто не понять, что... Ну, это да, там, на каком-то везде не можно, конечно, там, можно и турниры выиграть, но... Потом, да, потом уже не сложно. Но Монжентрайм иногда тоже выиграл турнир там случайно, как бы, ну... Окей, давай теперь к самому вкусному перейдем, к чемпионату Испании, который состоялся в прошлые выходные, вот ты мне скинул ссылочку, сейчас все увидим эту счастливую фотографию, вот, где Денис стоит по центру с медалькой за первое, или это просто бейджик у тебя там? А это бейджики, там, как бы, да, то есть, у каждого я просто не снял, ну, то есть, там, имени игрока, да, там... С некоторым призом, здесь, к сожалению, у них, по-моему, картинка выложена, поэтому не очень хорошо видно, я сейчас попробую его немножко увеличить, если у меня получится. Да, да, есть, есть, есть. Так, сейчас посмотрим, как это на стрим идет, ну, почти нормально, чуть-чуть смену. Вот результат. Вы все можете видеть, что... Так, еще немножечко. Денис выступил просто шикарно. Ну, наверное, даже не знаю, что и спросить по этому поводу. Если в двух словах, как все это произошло, и в какой момент ты понял, что ты уже борешься за первое место? Вообще, поехал на турнир, как бы случайно, но не то, что случайно, то есть, я когда смотрел летом на какие-то у них поехать, ну, чтобы поднять себе рейтинг, на чем я до спани почему-то не было места уже, то есть, них было ограничено число, там, вот, по-моему, 56, там, и, по-моему, они даже на один стол сократили потом, и обычно делают листы ожидания, то есть, там, когда нет места, пусть можно записаться, там, если кто-то там отказывается, соответственно, попадаешь, у них как-то листа ожидания тоже не было, а я как-то его пропустил сразу, то есть, ну, даже не записывался. Соответственно, съездил на те два турнира, и как бы даже, даже не смотрел, но потом как-то вот осенью у меня был перерыв в работе небольшой, я так сошел тоже на европейский сайт, посмотреть, что есть, захожу, вот, чемпионат, открываю лист участников, там, вижу одно свободное место, типа, там, регистрируйтесь. Я написал, да, и меня зарегистрировали сразу же, как мне потом организатор объяснил, что очень много, видимо, там, людей заболело, это как-то так, и очень много было замен, вот, и, то есть, попасть, на самом деле, было легко, там, даже после этого были еще замены, то есть, даже после моей. — Ты был единственным от России, там? — Да, я там был единственный, как бы, в принципе, то есть, я, как бы, вот так зарегистрировался и поехал, то есть, у меня немножко, там, ну, то есть, у меня виза постоянно есть, то есть, мне не надо было там сильно готовиться, и с билетами тоже проблем не было, потому что у меня, как бы, очень много накопилось бонусных миль, там, на аэрофлоте, я просто за бонусные мили беру билет, пока еще мне, да, их достаточно много осталось. — Это в каком городе происходило? — Это Валенсия, но город Буссоль — это в 25 километрах, то есть, такой пригород небольшой, там, электрички можно доехать, там, за полчаса. — Наверное, в этом городе все люди просыпаются в 6 утра и в 5 вечера все закрывается. — Ну, значит, просыпается не знаю. Вот. Ну, вообще, такой город приятный, да, там, во-первых, тепло, там, плюс 18 днем еще сейчас, мандарины висят. — Вот погодные условия все-таки сработали, и в суровых российских условиях приехал и сразу же расставил, заиграл. — 5 километров до моря, я, правда, до нее пешком не дошел, но там шел по мандариновым плантациям, там мандарины прямо валяются на земле даже, то есть, там все усыпано какое-то. — Так, ну, все-таки, когда, когда случилось какой-то момент в турнире, и ты стал нервничать. — Ну, турнир, на самом деле, короткий, то есть, там всего 6 туров, первый день 4, второй день 2 только. То есть, что же в середине дня заканчивается, чтобы ему все разъехаться могли в воскресенье. И, как бы, не знаю, первый день прошел вообще спокойно, то есть, у меня было там места, это 2-4-4, 2 очка, то есть, соответственно, там 2-1-1-2. Игра была стабильная, то есть, как-то вообще без нервов, без всего. Единственное было, вот, первый стол играл как-то, ну, даже не первый, там и первый-второй, довольно холодно. То есть, с одной стороны, улица тепло, там днем до плюс 18, а с другой помещений нет. — Так, ты, по-моему, за ночь остывает. — Нормально, нормально, да. — Да, за ночь остывает, и как-то, как-то там прям дрожишь с утра. Я прямо сидел, мне прям руки чуть-чуть не дрожали, а потом, ну, именно от холода нет. Вот. И я попал на первом столе с организатором турнира. Это вот Иван Маэстро Рос, мой испанец, который организовал турнир. — Угу. — И как-то ему очень заходило. То есть, там и селфы, и не селфы, и у него там как-то уже было плюс 200 с чем-то очков. Я вообще на последнем месте. Ну, вот, как-то. И уже игра под конец, там, по-моему, оставалось последние две сдачи. И это, вот, наверное, единственная игра, вот, самая первая, в которой, как бы, я уже вот, ну, решил рисковать, потому что мне надо было с последнего места как-то уйти. В других вверх мне было все спокойно. То есть, я, по-моему, второго, там, не знаю, третьего не опускался, был всегда там, на первом, втором. То есть, не было такой ситуации, когда надо было там выбирать, типа, собирать дорогие руки, там, ждать селфа. Я просто собирал в том, ну, быстрые руки. А именно здесь, как бы, я понимал, что мне надо хотя бы с последнего места уходить, чтоб какие-то очки набрать. И у меня опять заходит рука, там, вот, как-то там, то ли четыре пары, то ли пять. Какой-то, ну, там уже один панк. И, то есть, рука либо панков, либо пар, но пара долго, там, народ уже открывается. То есть, я думаю, что, ну, там, могу не успеть просто. И это дешево. То есть, я там не выйду с четвертого места. Но у меня из пар было четыре четных. И я начал хватать просто четные панги. И в итоге у меня потом... А, и у меня была пара ветров, один из которых вышел. То есть, такой панк, ну, нежелательный. Я их пробросил просто, лишнюю пару скинул. И мне потом зашло еще в одну четную, еще одна пара. Вот. И в итоге я собрал со стены, под конец самой там сдачи, со стены на все четные панги. Это стоит 24 очка. Плюс там у меня была пара одинаковых, еще пара одинаковых. Ну, то есть, там рука так еще выросла стоимость. И я сразу выскочил на второе место за счет такого селфа. Ты был, после первого дня, я так понимаю, восьмым, по-моему. Да. То есть, вот единственная партия получилась нервная. Вторая уж как-то прошла вообще спокойно. То есть, там, как-то лидировал так и очень быстро брал руки. Ну, там, мне очень, на самом деле, не так много было селфов. И руки в основном все дешевые. То есть, вот эта рука была максимальная стоимость. Были также вот эти большие переплетенные, благородные. Тоже по 24 очка. Второго дороже рук не было. То есть, в завис чемпионат я собирал там в основном всякие смещенные чау. Ну, то, что по статистике собирает дольше всего. Дважды собирал цеплячью руку, как помню вот. И даже больше таким ничем не запомнилось. Вот. И первый день стабильно я был восьмым. Да, но восьмом я был так, что, по-моему, первое место было 14 очков. Второго – 13. А потом было человек 6, как-то, что ли, с 12 очками. И я был из них последний, по-моему. Потому что у меня игровых было очень мало. То есть, тут там собирал такие дорогие руки драконов, там, не знаю, еще что-то там. 13-й рот. У меня таких рук не было. Поэтому было, видимо, из-за маленького количества очков на последнем. Но, как бы там, не переживал. Главное – турнир на очки в статье. И во второй день, как бы уже, то есть, выиграл первую партию. Как-то то, что она прошла спокойно, все стабильно. Я сразу на второе место вышел. То есть, уже у двоих человек было всего лишь одинаковое число очков. По 16. У остальных меньше. И… Кто был еще на первом месте? На первом месте. На втором была из Нидерландов. По-моему, вот сейчас она, по-моему, заняла третье, что ли, место. Паулина. Да, знаю. Если я правильно помню, могу ошибаться, но, как бы, кто-то из Нидерландов. И между нами разница по игровым была что-то больше 100 очков. И я так подумал, что… Ну, и ко мне, да, мне так же все было мало очков. Вот если посмотреть по таблице, вот там, не знаю, 800, там есть он. 787, он есть там, у кого-то там под 600. А мне, как бы, 500, то есть, я не самом большом количестве очков по игру. И я так подумал, что если я сейчас буду собирать пытаться дорогие руки, то могу вообще не набрать 4 очка и, как бы, потеряю второе место. То есть, так, второе место было стабильно. Я думаю, она просто выиграет стол. Вот. И… А я, кстати, заранее знал, сейчас первого дня, то есть, там, как бы, шеребьевка, как бы, ну, рассадка фиксирована уже. Что игры с Раулем? Рауль, это который, вот, на Маджонгтайме, Рауль, 1985, по-моему, у меня ник. Один из лидеров Испании, там, если посмотреть, он, по-моему, чем, ну, как, он чемпионом Испании стал, он занял восьмое место. И он еще, по-моему, в рейтинге Яма, вообще там, на высоких местах. Вот. Я просто хотел, ну, там, я в первый же день с ним познакомился, подошел, там, такой приятный человек, тоже мы с ним пообщались. Я говорю, вот, с тобой, прям, за последним столом сразу сравнили, сравнили таблички, кто с кем играет. Я так думал, что, если я буду в лидерах, скорее всего, будет Рауль тоже в лидерах, и мы будем с ним бороться с какие-то места, вот, за последним столом, как бы, будет все решаться. Красота. Да, красота. Вот, мы сели с Раулем еще два человека, я, а, а, дальше что-то уже не помню имена, с кем я играл. Ну, Рауль в начале не заходил, а потом как-то собирал дорогие руки тоже, и… Ну, мне просто больше везло, видимо. То есть, я занял первое место, руль, соответственно, там, по-моему, второе за столом. Но он потерял очки до этого, то есть, во второй день, вот, в пятом туре потерял очки, то есть, до этого он был выше меня, по-моему, на одну очку, то есть, вот, после первого дня у него было как раз 13, а у меня было 12. То есть, он был где-то, вот, на втором третьем месте. Но, когда ты закончил стол на первом месте, ты понял, что ты выиграл? Вообще, весь турнир? Нет, я не понял. Я, потому что, я вообще не знал, как я сыграл вот эта вот женщина, которая в Голландии. То есть, если она выиграла свой стол, то я второй. То есть, я просто знал, что уже, как минимум, второе место. Организаторы поддерживали саспенс, или они сразу там или сразу потом понятно было в коридоре уже? Нет, там, на самом деле, большой экран, там, они транслировались, как бы, на монитор, то есть, результат как только эти, все, все вносили результаты с протоколов, то можно было потом увидеть. Но, на самом деле, та женщина ко мне подошла, сразу сказала, что она, типа, не выиграла. То есть, она набрала два очка, сказала, что, поздравляю, там, ну, как бы... И я уже через пару минут уже знал, что я первое место. Ну и какие у тебя были ощущения? Ну какие, естественно, я был рад очень. Во-первых, мне в этот раз очень много людей пожелало именно победы. То есть у нас же еще сейчас квалификация идет на чемпионат Португалии, Европы. То, что будет в мае. И на самом деле у России не так много мест, как бы хотелось. То есть всего 15. То есть с одной стороны это много, с другой стороны желающих больше явно, кто хочет поехать. А квота зависит именно от числа, во-первых, игроков, сколько всего игроков играет в стране. Плюс от первых трех мест, какого какой рейтинг. Если у нас Парич играет очень много, там, соответственно, там в России, соответственно, большая квота. Там даже в Англию, там, ну там, часть людей просто там не смогла поехать. То есть не всю квоту мы выбрали. То здесь мы не на первых местах по-спортивному. Вот. И в том числе испанцы выше нас. Если бы испанцы сыграли плохо, в принципе, они сыграли достаточно плохо. Ну вот, кроме Рауля. Да, там испанцы в основном все внизу. Да. Второе место, в котором испанец, он не участвовал. Он, как бы, наверное, останется. Он даже, может быть, чуть-чуть поднимется, из-за того, что он не участвовал. А третье место испанец тоже участвовал, сыграл плохо. То есть он понятится в рейтинге. То есть я тоже жду рейтинг. То есть пойти, может так получиться, что нам дадут дополнительные места. Это будет, наверное, очень хорошо. В чате Муджикрафтер спрашивал в самом начале интервью, чтобы ты рассказал, призовые большие за первое место. Ну вот в этом турнире не было спонсоров. То есть как бы никаких призов не было, кроме тех, что вы на фотографии видите. То есть там вот кубок, соответственно, грамота. Как бы это все. То есть бывают, как бы, турниры, на которых есть призы, там какие-то большие или маленькие. Вот, например, в Италии, то, что вот Елена выиграла, там за второе даже место дали большой набор, там, как бы, несколько бутылок вина. Там бывает хамон, сыр, сыр, там и все такое. То есть такой набор продуктово, винный. Еще даже проблема была-то вывезти в Россию. Да, у меня тоже была проблема, когда я участвовал в Италии в чемпионате. Там команда наша заняла третье место. Сам я не помню, как сыграл. Мне тоже дали бутылку, но пришлось ее там оставлять, потому что я не пью. Да, кстати, по поводу команды. Я же, как бы, выиграл еще и командный турнир в Испании. То есть пролистаешь чуть ниже. Там, на самом деле, все интересно. То есть команда получилась случайная. То есть там, на самом деле, когда регистрируешься, указываешь, там, если хочешь, там, там, что-то по четыре человека могут указывать команды, чтобы играть, как бы. То есть те, кто в одной команде, они не пересекаются друг с другом за столами. А я так как зарегистрировался, как бы, ну, как последний игрок, там, как замена. То есть я попал просто в случайную команду. И ты ее вытащил. Ну, можно и так сказать, да. На самом деле, то есть у меня попало в команде, то есть как раз Альберто Росси, вот итальянец, который организат в самом чем-то турнире, который вот часто ездит. И попало два француза. Один в Флоран, там, Дискампс, или не знаю, как точно по-французски читается. Он хорошо выступил тоже, он, там, то ли, то ли 9, то ли 8, ну, то есть он тоже помог вытащить команду. И Энтони Я, у него фамилия, он на самом деле как бы северокореец, но он живет тоже во Франции, то есть как бы такой. То есть француз есть корейского происхождения. Название команды придумал, как я понял, он. Название смешное, то есть если читать по-русски или по-испански, или по-английски, оно читается как Мяу-Мяу там, Ван Дэй, Мяу-Мяу Always. Он говорит, что не Мяу, а Мяу что-то такое, и это типа какое-то известное место в Корее. Я так как карту посмотрел, но сходу не нашел, то есть можно, конечно, поискать там, погуглить, вот. И он что-то так очень команду мотивировал, что мы должны выиграть, прямо вот после каждого, там, подходил у кого сколько очков, как бы он сам выступил, может быть, не очень хорошо, как бы, но мотивировал очень других. Молодец. И мы выиграли буквально пол очка, а пол очка получается, когда за столом у кого-то равное число, там, когда очки делятся, то есть борьба была нешуточная, то есть вот голландцы, вот второе место там, а второй, по-моему, сейчас бельгийцы, да, Рот-Лотус. То есть в основном бельгировали голландцы, то есть они заняли вот со второго по четвертое место в турнире, и там они, по-моему, в одной команде были, большинство там в начале, и мы как-то отставали первые дни, но были как бы в тройке всегда там командно. А голландцы, наверное, вообще, в принципе, сильные. Сильные, да, стабильные, как бы. И вот буквально все решалось в последней игре, как бы там, и в последней игре, то есть как бы я выиграл, там еще человек выиграл, там, по-моему, Альберта там в два очка взял, то есть буквально там очень много мы взяли очков и вышли буквально на пол очка. То есть тоже до последнего момента не знали, выиграли ли мы, нет. И Альберта Ротис только подходит, говорит, там разница в пол очка, то есть либо первое, либо второе. Вот Magic Crafter пишет, что все, он бросает маджонг, забывает правила, потому что нет призов. Призов нет. Ну, я-то могу сказать, что, да, может быть, как бы в России, ну, там, в России, да, у нас вообще спонсоров мало, в Европе спонсоры бывают, да, там, как бы, ну, я думаю, кстати, чемпионат Европы, там, призы же бывают, то есть как бы. Но это все равно призы вещественные. Да, но есть, как бы, большая страна Китай, и там у них очень много спонсоров, и вот в этом году они приглашали российских игроков, оплачивали полностью им перелет, проживание. И, допустим, были турниры там, ну, правда, по другим правилам, по-сычайским, и там за первое место, если юань перевести в рубли, было 2 миллиона рублей за первое место. И призы были за первые 50 мест. Поэтому, как бы, если, как бы, в таком плане... И при этом, хочу обратить внимание, аудитории, в Китае проводят чемпионаты по спортивным правилам, ну, или близким к спортивным. Ну, по спортивным, да, либо там, по местным, там, по другим немножко, ну, тоже там они... Но не по ричи. Поэтому я вот не уверен, что на ричи сможете где-то заработать в ближайшее время. Типа, потому что если вы начнете... Если вы хотите поехать в Японию, в какой-нибудь японский клуб, то вы там все оставите, это точно, потому что вы там будете по сравнению с ними, как, вот, не знаю, начинающие совершенно. И еще можно тогда сказать, раз уж про Китай заговорили, то есть, вот, организация китайская, которая вот сейчас, ну, про дубликатный, имею в виду, маджонг, то есть, продвигая дубликатный маджонг, и так я понял, как бы, из последних встреч, что не только спортивный маджонг будет дубликатный продвигаться, но в том числе, как бы, так понимаю, ричи и сучаинские. То есть, даже у ричистов есть шанс, там, допустим, если будут, как бы, интеллектуальные виды спорта, там, вот эти олимпийские, по маджонгу, то, возможно, и по ричи правилам тоже будут. То есть, можно там поучаствовать в олимпиаде, как бы, тоже есть к чему стремиться. Олимпиада, да, олимпиада, это, у нас уже есть олимпиада. Пятерка пин практически. Да, ну что же, спасибо тебе большое, что так подробно все рассказал. Очень, мне было очень интересно. Значит, я эту запись, естественно, выложу на YouTube. Кто сегодня не подошел, сможет ее впоследствии посмотреть, послушать, с чего ты начинал и до чего ты дошел. Получается так, что ты спрогрессировал от человека, который ни разу не играл в маджонг, до человека, который выиграл чемпионат Испании, где 52 человека были, за полтора года. Да, получается так. Вот, господа, то есть, даже на уровне европейском до сих пор можно сказать, что конкуренция не настолько высока, что вы, приложив определенные усилия, не смогли бы конкурировать с топовыми европейскими игроками. Ну вот, один вопрос еще напоследок, я тебе все-таки задам, про китайцев ты. Во-первых, Китай сказал. Вот, если мы откроем какой-нибудь европейский чемпионат Европы какой-нибудь, я сейчас не знаю, если быстро смогу найти его здесь, на который приезжали китайцы в том числе, то мы увидим одну закономерность, да, что если в турнире участвуют китайцы, то они, как правило, занимают высокие места. Так, не найду я сейчас быстро эту информацию. Ну вот, даже к нам приезжал вот этот Левенлон в Россию тогда и на дубликатный, там наш вот первый турнир, и, по-моему, еще приезжал как-то он в Питер. Да, он как бы тоже неплохие места не занимали. Вот можно посмотреть последний чемпионат европейский по... Ну, есть, правда, японцы выступили хорошо, да, вот, я так покрупнее сделаю. Значит, сейчас это видно, там все более-менее видно. Первое место японец, третий японец, четвертый японец, японец, но китайцев там, в принципе, наверное, не было. Было не один, два, не очень много китайцев было. Или это я открыл? Нет, я открыл вроде бы, все правильно, по-спортивному. Это четырнадцатый год. Одиннадцатый год. Ой, извините, не всегда срабатывает сайт. Он не работает. Тут тоже япон, ну, тут не было намного людей. Я просто сравниваю с тем чемпионатом, который был непосредственно в Китае. Там очень серьезно китайцы выступили. Вот здесь мировой чемпионат, можно посмотреть. Тут, да, доминируют китайцы в топ-10. Все-таки, почему китайцы, японцы такие жесткие? Я думаю, они с детства просто играют, а мы как бы только начинаем развивать маджонг. Вот это просто, не знаю, больше играть. Ну, там же приезжают и молодые достаточно люди. Там вот, особенно японцы, очень молодые приезжают. Ну, они молодые, но может они играют там, не знаю, с пяти лет там. Кстати, вот с Марком Антебелли, то есть мы общались, когда вот просто в Испании оставались на один день. И мы так попали, что я с итальянцем попал в одну и ту же гостиницу совершенно случайно. То есть заказали гостиницу, в принципе, гостиниц много в Валенсии. Там, где мы выбирали поближе к вокзалу, там как бы. И так получилось, что в одной. Я вот с ними там вечером общался. И вот у них ребенок, два года, три месяца, он уже на телефоне играет маджонг там простой. То есть сам нажимает там панк, и чего там радуется, когда там ему дают взять там вот это вот. То есть как бы растет поколение уже, вот смена. Ну да. Да. Но тем не менее, ну по крайней мере на уровне европейском, уж тем более российском, я думаю, что многие игроки будут уже тебя опасаться. Да, теперь у них будет, конечно, сложнее. То есть если до этого как бы как-то новичок. Придешь на следующий российский турнир, и все будут на тебя показывать пальцем, косить взглядом, говорить, так, я с ним играю, черт возьми. Теперь какая-то ответственность. То есть нельзя просто так играть, там проигрывать, там как попало. То есть надо уже показывать, какой-то результат будет. Да. Ну это должна же быть постоянно какая-то мотивация. Ну и в общем-то теперь все ждем чемпионата Европы в мае в Португалии. То есть я туда тоже планирую поехать. Как бы, да, на сайте Европейской Ассоциации здесь большой промоушен такой висит. В общем, на это делаем. Я тоже думаю, что наши должны выступить получше. Потому что в прошлый раз у нас не было бы хороших каких-то успехов на Европейском чемпионате. Серьезных. Вот. Теперь мы уже лучше готовы. Отлично, хорошо. Желаю тебе успехов на любых турнирах, в том числе на этом Европейском чемпионате. Куда ты, я думаю, попадаешь по квотам российским. Вот. Ну и вообще заходи на канал в качестве зрителя почаще. Вот. Да, спасибо. Спасибо за интервью, но оставайся на связи. Хорошо.